После установки мода вы сможете управлять своим отрядом голосом с помощью микрофона. Можно будет приказывать своим людям атаковать, следовать за вами, отступить, прекратить огонь, встать в определенное боевое построение и так далее. Инфанции, сделайте колонн! Кавалерия, обращайтесь! Все, следите за мной! Университеты, вернемся! Университеты, следите за мной! Универсы сделайте окна! Университеты, сделайте колонн! Университеты, сделайте слезу! Университеты, убирайте! Университеты, manipулайте! Хорош Сам по себе этот мод представляет из себя файл с голосовыми командами для программы Voice Attack Которая тесно связана с распознаванием речи в Windows А он в свою очередь не поддерживает распознавание русского языка Поэтому командовать нужно будет на английском, либо на некоторых других иностранных языках Существует две версии мода Для двух версий программы Voice Attack Платной и бесплатной Версия для бесплатной программы добавляют не все, но самые нужные команды А из-за ограничения количества команд их пришлось объединить в цепи То есть перед каждой командой вам нужно будет обратиться к определенному роду войск Пехоте, лучникам или кавалерии Версия для платной программы за 10 долларов Предоставляет возможность пользоваться более чем 80 командами Которые уже не являются цепными и могут распознаваться отдельно Но большинство из этих команд используются чуть чаще, чем никогда А в битве все-таки удобнее пользоваться цепными командами, что и подтверждает сам автор Поэтому я покажу, как это все установить на примере бесплатной версии Все нужные ссылки будут в описании Для начала придется переключить Windows на английский язык Заходим в параметры и нажимаем на время и язык Затем в настройки языка Тут нужно выбрать английский язык Если английская локализация не имеет иконки микрофона, нужно зайти в опцию языка и будет возможность установить голосовую модуль В случае, если установлен только русский язык, нужно добавить предпочитаемый язык и выбрать английский язык с поддержкой распознавания речи После этого Windows попросит вас выйти на начальный экран и ввести пароль пользователя Далее необходимо скачать программу VoiceAttack Переходим на сайт и нажимаем скачать Скачиваем, запускаем установщик Ждем пока установится и на финише убираем галочку запуска программы Потому что сначала нужно открыть расположение главного файла и указать в свойствах, что он должен запускаться от имени администратора Это важно Теперь запускаем Можно еще раз прочитать про отличия пробной версии Здесь нам предлагают отключить встроенное распознавание речи, чтобы не было конфликтов Соглашаемся и переходим дальше Далее программа запускается Самое время открыть страницу с модом Перейти в раздел файлов, нажать на ручное скачивание и согласиться с тем, что оно будет медленным Распаковываем скачанный архив Тут есть два файла, для полной и пробной версии Нам нужен тот, что для пробной Затем переходим в программу и нажимаем изменить профиль Здесь по умолчанию будет несколько команд Их нужно будет удалить, иначе установятся не все После этого нажимаем импорт команд и указываем файл из архива Подтверждаем импорт Вот и команды Остается нажать apply и done На этом этапе команды уже будут работать Однако для лучшего понимания вашей речи стоит пройтись по настройкам программы Установите ваш профиль, если он вдруг не ваш В следующей вкладке выберите язык, который вы используете в данный момент Вот тут галочки быть не должно Далее находим кнопку утилиты Нам нужен speech engine training Крайне интересный процесс, где вам придется читать предложение Для того, чтобы Windows запомнил ваше произношение для лучшего понимания Отсюда же можно перейти в микрофон setup Где устанавливается оптимальная громкость микрофона для распознавания речи Теперь все готово Если команды распознаются, то можно заходить в игру, и все будет работать Но Voice Attack должен быть запущен вместе с игрой, имейте в виду Кстати, не обращайте внимания на гайд для этой программы Который иногда будет открываться в браузере Это, похоже, никак не отключить Язык интерфейса можно обратно поменять на русский И все все равно будет работать Но в настройках speech engine должен быть английский язык Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok